Нам повезло, что мы оказались в городе. Говорят, это была ужасная война. Весь остальной мир был уничтожен. Наши основатели воздвигли стену, чтобы нас защитить. И разделили всех на пять групп. Пять фракций, чтобы сохранить мир. Я не знаю, как мне быть. Тест должен был показать, какую фракцию мне выбрать. Мы должны верить Тесту. Тест на тебя не действует. Доверься своей интуиции. Вадим Зеланд. Транссерфинг реальности. Глава восьмая. Слайды. Вы достойны всего самого лучшего. Транссерфинг очень осторожно относится к трактовке иллюзий в качестве игры воображения. Иллюзиями называют сны, галлюцинации, неадекватное восприятие действительности, наконец, даже саму действительность. Если оставить в стороне неадекватное восприятие действительности, то видение другой реальности не является порождением фантазии разума. Сны и галлюцинации – это, грубо говоря, путешествия души в пространстве вариантов. Иллюзорное восприятие действительности – это не игра воображения, а восприятие секторов, не воплощенных в материальной реализации. Наконец, весь мир не есть иллюзия. Человек, смеющий утверждать, будто все, что он воспринимает, всего лишь иллюзия, слишком много о себе мнит. А почему, собственно, человек позволил себе утверждать, что он способен все понять и объяснить? Все, что ему доступно, это познать лишь некоторые закономерности этого мира и увидеть отдельные его проявления. Некоторые проявления мира не поддаются разумному объяснению. Здесь человек, с одной стороны, признает свою несостоятельность найти объяснение и объявляет увиденное иллюзией, а с другой – тут же преувеличивает возможности своего разума в том, что, дескать, это сам разум вообразил, синтезировал иллюзию. Человек, находящийся под воздействием сильного наркотического или алкогольного опьянения, так же, как и во сне, теряет контроль сознания. Поэтому подсознание настраивается на нереализованные области в пространстве вариантов. Тело находится в секторе материальной реализации, то есть в нашем материальном мире, а восприятие облуждает в виртуальном секторе, смещенном относительно реального. Человек в таком состоянии может ходить по знакомым улицам, среди обычных домов, но видит он совсем по-другому. Люди и окружающая обстановка выглядят совсем не так. Декорации изменились. Получается наполовину сон, наполовину реальность. Точно так же, люди с психическими расстройствами, находясь телом в секторе материальной реализации, воспринимают другой, нереализованный сектор. Их восприятие настроено на определенный сектор в пространстве вариантов, где могут быть не только другие декорации, но и другой сценарий и роли. Психически ненормальные люди вовсе не больны в обычном понимании. Они не воображают себя Наполеонами и прочими идиозными личностями. Они действительно воспринимают такой вариант, видят его в секторе пространства. Там имеются любые варианты. На самом деле все, что происходит сейчас и будет происходить, уже произошло и записано. Только мы этого не знаем. Память отключена. Но человек выбирает то, что больше нравится его душе. Когда конфликт души и разума достигает такого предела, и измученная душа больше не в состоянии переносить жестокую действительность, тогда настройка восприятия попадает в виртуальный, нереализованный сектор. При этом сам человек физически живет в материальном секторе. Один психиатр рассказал историю о женщине, которая патологически желала иметь идеального мужа и детей. Выражаясь терминами трансерфинга, важность семьи у бедняги сильно зашкаливала. В итоге она вышла замуж за человека, который жестоко издевался над ней. Детей она родить не смогла. Реальная жизнь для нее стала невыносимой, и вскоре она попала в психиатрическую лечебницу. Сектор материальной реализации она больше не воспринимала. Тело ее находилось в материальном мире, а восприятие было настроено на виртуальный сектор, где она, жена английского лорда, у нее дети, и она совершенно счастлива. С точки зрения окружающих, она жила в нашем мире, в то время как ее восприятие было настроено на виртуальный сектор. Таких больных пытаются лечить, но многие из них счастливы именно в том состоянии, когда иллюзии намного приятнее жестокой реальности. На самом деле это вовсе не иллюзии, а нереализованные варианты, которые существуют так же реально, как материальный сектор. На самом деле все, что происходит сейчас и будет происходить, уже произошло и записано. Только мы этого не знаем. Память отключена. Почему же виртуальный сектор умалишенного человека не материализуется? Как уже говорилось, реализация варианта происходит, когда энергия модулируется мыслями человека в полном единстве души и разума. Видимо, такое единство в данном случае не достигается. Если же смещение между материальным и виртуальным секторами слишком велико, а поэтому требует очень много энергии для реализации. Например, новый Наполеон в наше время – это слишком экстраординарный случай, поэтому он находится далеко за пределами возможного течения вариантов. А может быть, существуют и другие причины, о которых нам неизвестно. Человек может не только видеть другую реальность, но и воспринимать действительность в искаженном свете. Восприятие человека очень сильно зависит от информации, которая заложена у него с детства. В качестве иллюстрации можно привести известный опыт с двумя котятами. Одного с рождения поместили в обстановку, где не было вертикальных предметов, а другого, где не было горизонтальных. Через некоторое время котят пустили в обычную комнату. Первый все время натыкался на ножки стульев, для него не существовало вертикальных линий. Второй, соответственно, не понимал, что такое горизонтальные линии и скатывался со ступенек. Конечно, разум способен воображать и фантазировать, но только в узких рамках своего предыдущего опыта. Разум может сконструировать новую модель дома из старых кубиков. Где же проходит граница между воображением и восприятием другой реальности? Данная граница не имеет четких очертаний, но для наших целей это не столь важно. Здесь имеет значение лишь то, каким образом внутренние убеждения влияют на восприятие действительности и как это отражается на жизни человека. Вы узнаете, что лежит в основе искаженного восприятия реальности и насколько сильное влияние оказывает такое искажение на саму действительность. Люди всегда боялись дивергентов. Что со мной не так? Вы не умеете подчиняться, нестандартно мыслите, они вас очень боятся. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова